Трагические кадры на экране и проникновенно рассказанные стихи от деревни Алла. Так прошел республиканский урок в средней школе номер 7 города Бреста. Первое памятное мероприятие в 2024 году и первое в преддверии празднования 80-летия со дня освобождения Беларуси. Оно помогло учащимся в очередной раз задуматься о войне и мире, о том, как важно сохранить память тех, кто отдал жизнь за свою родину и погрузил ребят в трагическую историю родной земли. 2024 год – это особенный год для республики Беларусь. 14 января празднуется юбилейная дата деревни Алла. В нашей школе номер 7 дети также помнят о таких трагедиях. Также наши школьники знают много о патриотизме, знают о Брестской крепости. Но также мы хотим им напомнить о данной деревне. В 6 утра 14 января 1944 года деревню Алла окружил немецкий карательный отряд. Под выстрелы и лай собак всех жителей деревни согнали в сарай. Тех, кто пытался бежать, расстреливали. В той трагедии погибли 1758 человек, 508 женщин, 100 мужчин, 200 стариков и 950 детей. Память о деревне, не дождавшейся 14 дней до освобождения и прихода Красной Армии, в сердцах школьников не будет стерта никогда. Мы очень усердно к нему готовились, подбирали различную информацию, которая бы могла во всех красках осветить геноцид белорусского народа, что является немаловажной темой в нашей республике Беларусь. В частности, мы посвятили наше мероприятие деревне Алле. Можно сказать, что она является сестрой Хатыни. Сегодня у нас мероприятие патриотической направленности для сохранения памяти о погибших героях. У нас в школе часто проводят такие мероприятия. Я считаю, это очень важно, сохранять память и традиции, чтобы такого больше не повторилось. Ученица девятого класса София Рустамова трогательно исполнила песню Сергея Пархоменко, посвященную трагедии в деревне Алла. Девушка не понаслышке знает об этом событии. Она побывала в месте, где когда-то стояла деревня, и приняла участие в съемке документального фильма о Боле. Мне совсем недавно, пару месяцев назад, поступило предложение о том, чтобы я исполнила песню, которая будет звучать в фильме про деревню Аллу. И, конечно же, очень важно помнить о таких деревнях, потому что нужно чтить наше прошлое, всегда помнить. Беларусь помнит, и мы всегда будем знать историю нашей страны. Сегодня в нашей школе на экране будут показывать репортаж, в котором я тоже участвую. И, конечно, когда я там была, эмоций очень много, но самая главная эмоция, наверное, это страх и ужас, потому что вообще не верится, что такое именно было на наших землях. Была она радостной, жизнью полна, Теперь на деревне стоит тишина, Не скрипнет калитка, и птах не споет, И зверь осторожно обходит ее. Стоит пебелище, где раньше была, Дубрава и укрыта деревня Аллах. Василина Бускевич, Этуард Бакунович, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.